Всем привет! Меня зовут Роман, вы на канале Сварщик в городе. Это мое очередное видео и сегодня я вам расскажу о сварочной одежде, которую я когда-то использовал и буду использовать. Но не только расскажу, а еще и покажу. И начну я с самой распространенной сварочной робой, робой всех времен и народов. Это спецодежда из пилока. Производилась она еще со времен Советского Союза и, наверное, изменениям не поддавалась, так и штампуют ее с тех пор. Но по однестойким характеристикам она качественная, хорошая, защищает как от искр, так и брызг раскаленного металла. Но главный ее недостаток, она тяжелая. А если она еще и зимняя, то это вообще жопа. В ней не разогнуться, не согнуться. Тяжелая она сама по себе. Ну, главное, если ты стоишь на одном месте и просто варишь, тебе подносят изделия и ты варишь их. Это фиг с ним. А если тебе надо что-то резать, наклоняться, подгонять, перетащить... Не мое. Скажем проще, это не мое. Но сама по себе качественная, да? Но большой ее недостаток это пуговицы. Все времен распада Советского Союза уже прошло 27 лет. И с этой проблемой никак не могут справиться. Ну, что ж такое крепление для пуговиц, изготовленное из обычной ткани, которая со временем рвется и пуговицы не застегиваются. Они застегиваются, но тут же и расстегиваются. Ну, что это такое? И ходишь ты весь нараспашку. Также такая же беда с капюшоном. Тоже. Застегнуть застегнешь, а ни хрена не держится. В общем, как я уже сказал, не моя роба. Не люблю я в ней работать. Но технологии не стоят на месте, и на смену этой спецодежды пришла новая. А именно ткань с огнезащитной обработкой. Такая как пробан. Эта куртка уже гораздо легче. В ней приятнее ходить. Она комфортнее. Можно уже и пошевелиться, потанцевать, так скажем. Никакого труда не заставит согнуться, разогнуться, что-то перенести, перетащить и так далее. Это уже как обычная слесарная роба, только она с огнезащитной обработкой. Ее можно стирать. По информации, которую дает изготовитель робы, выдерживает 50 циклов стирки и сушки. Главное не стирать ее мылом и ручным стиральным порошком. Только в машинке-автомате. Но у нее такая же проблема. Пуговицы. Тоже эта часть пуговиц изготовлена из обычной ткани. И со временем они разъезжаются. Ну, конечно, не так, как на предыдущем образце. Но все же. Это почему-то они не доработать никак не могут. И еще, я бы сказал, что тоже есть такой недочет. Поскольку ткань эта легкая, тонкая, то искренно как бы выдерживает. А если вам попадет раскаленный металл, то прожигает моментально рукава. Поэтому будьте более осторожны. И такой робы, наверное, хватает на сезон на два точно. Нет, конечно, можно варить и дальше. Это без проблем. Но просто все рукава уже будут в дырках. И это будет просто волей и случая. Попадет, не попадет вам искра. И спасет ли, не спасет ли она вас от ожога. А так, очень неплохая спецодежда. Мне нравится. Я ее использовал. Ну и, наконец, третья спецодежда, о которой я упоминал еще при обзоре, наверное, этого гаража. Что приобрел ее не так давно и хочу вам ее показать. Эта одежда тоже выполнена из ткани с огнезащитной обработкой. И давайте я ее, в принципе, одену на себя и покажу, как она выглядит. Имеются у нас вот такие штаны. На штанах имеются лямочки. Которые можно отрегулировать, чтобы штаны не падали. Куртка. И в комплекте идет еще вот такая кепочка-шапочка для защиты шеи при сварке. Но я такую не использую. Я использую обычную кепку летом. И почему я выбрал для себя именно эту спецодежду? Ну, во-первых, потому что она легкая, как и второй наш образец. Во-вторых, у нее есть накладные нарукавники. Которые можно, если он сгорит, поменять на новый. Снимается он достаточно легко. И он сохраняет вашу основную спецодежду и бережет ваши руки. И, во-вторых, самая проблемная часть тех образцов – это пуговицы. В этой робе, так скажем, крепления для пуговиц изготовлены из того же материала, что и сама роба. Из этой же ткани, которая более надежная. И помимо этого имеется еще одна вкладочка, которая защищает пуговицы изнутри. Вкладочка. Сверху пуговицы. И они застегиваются. Вот таким макаром. Лямочки на штанах регулируются также по высоте. И еще они регулируются здесь. Не знаю, видно, не видно. Здесь на поясе также есть пуговицы, которые можно отрегулировать обхват штанов. И еще можно использовать ремень, если этого недостаточно. На штанах имеется кармашек один, и на куртке два кармана внешних и один внутренний. Ее также можно стирать, но главное, как я уже говорил, не мылом и не стиральным порошком для ручной стирки. Эта роба мне нравится больше всего, поэтому я ее и купил. Если кому интересно, это комплект мужской летний сварщик L. Ткань Гефест с огнезащитной отделкой Прабан. Изготовитель комбинат рабочей одежды. Что касается сварочной обуви, на замену герзачам пришли сварочные ботинки. Сварочные ботинки с металлической вставкой для защиты пальцев от падения какого-то, может быть, металла, инструмента и так далее. Шнуровка, которая защищена огнестойким материалом и застегивается на застежку. Ботинки тоже классные, мне нравятся, и я их использую. Ну и напоследок сварочные краги. Обычные сварочные краги синего цвета. Вот такой обзорчик у меня получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк, что делать. Оставляйте ваши комментарии под видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте. С удовольствием на них отвечу. Ну все, с вами был Роман. Спасибо, что смотрели. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok